А вот как это выражается внешне, это различие между спортивным направлением ножевого боя и... В спортивном есть как минимум рефери, а в спортивном как минимум есть очки и баллы, типа я молодец, а в боевом я жив, вот и все. Вот очень простое, в спортивном ты знаешь, что ты выйдешь, пойдешь кофе пить и хвастаться ребятам, какой замечательный парень. Либо размышлять на тем, как не получилось, в боевом этого не получится, все, вопрос жизни, и ты будешь работать на максимуме, тебе выхода не будет. Вот, и соответственно, если ты понимаешь, что ты не можешь пропустить удар, здесь тебя убьют, в спортивном ты можешь это позволить себе сделать. Потому что ты больше дальше будешь жить. Вот психика должна приучиться, что нет, все, это смерть. Вот это смерть твоей жизни, любой, ты должен максимум реагировать. И поэтому спорт тренирует смерть, смертников. Поэтому они выходят на улицу ложатся. Потому что они отрабатывают в спортивных единоборствах, как пропускать удары. Потому что они ради баллов в конечном итоге, они ради потешить свое эго. Какой я замечательный боец, какое у меня классное движение. И все. Но в боевой ситуации вот это эго сядет на одно место по одной простой причине, что там работают рефлексы, совершенно другая работа будет. В чем-то различие работы с дистанцией, если брать спортивное направление и твое направление? Да, в принципе, ни в чем. Кроме моделей подхода, как я сказал, что я работаю с сознанием, я где-то расщепляю, как-то двигаюсь, а ничем не отличается. Единственное, набор инструментариев. Естественно, мы понимаем, что есть поле, вот мое поле пространства, в которое я стараюсь не пускать оппонента. То есть, если я его впускаю в это поле, у меня возникают сложности. Это зона, моторная зона, где я пускаю близких, знакомых и очень близких. Да, там встречаешь девушку в этом пространстве, но туда больше никого не пускаем. Соответственно, это зона, где сознание не принимается, как опасное. И если я сюда вошел, все, здесь либо обнимаются, либо борются. Ну а с ножом какая борьба? Мы же понимаем, этот момент очень важен. С другой стороны, когда я контролирую это пространство, моторное поле, мне просто легче больше реагирует без возможностей. Это везде, в спорте везде. То есть, спорт неплох сам по себе. Но нужно просто разделять этот момент. Это я не говорю, что он плохой спортивный. Я говорю, просто нужно разделять и понимать, что ты тренируешь. Либо ты тренируешь уличную боевую работу, либо ты тренируешь очки и баллы нарабатывать и получить большую красивую грамоту. Вот эти моменты важны. Значит, сознание будет гнаться за грамотой, а не за выживание. Вот в этом и отличается боец с одинаковым набором знаний, инструментарий, который за грамоты бился и писал в интернете, какой он замечательный боец. И тот, который тренировался на уличной. У него может быть даже, где-то набор даже будет меньше, но каждый его набор будет наполнен для того, чтобы жить себе. А не для того, чтобы заработать баллы и их были грамоты. Соответственно, это вселенная будет помогать, я говорю так. Мотивация разная. Ну, тут даже мотивация разная. И, соответственно, где ломаться начну? Вот эта граница, как в прошлый раз говорил, на тех моментах. Вот этот момент буду ломаться. Когда, ну, как только перестанут давать грамоту, зачем мне это надо? Или мне похлопают так, зачем надо? Или обесценивание меня, или обесценивание себя. Я когда, когда человек взаимодействует, конфликтует, возникает, я становлюсь я и оппонент, как одно целое. А в спортивном я себя всегда разделяю. Есть тот, кто является ступенькой к моему профессиональному росту. А здесь нет. Я ему на одно целое. То есть, я не войду с него во вторую позицию, как в НУПе называется. Мы. Да? Мы – я. Мы – я. То есть, кто я? Вот здесь сейчас. Я хочу, здесь что я так вернулся опять? И вот этот момент почувствую. Даже с собой качаемся, обратил внимание. Я уже даже с собой общаюсь, качаюсь по неволе. То есть, уже подсоединился. Это типа что-то раппорта. Да. Да. Это раппорт. Вот этот момент он важен. Опять нюансы есть. Понятие раппорта. Если это человек навязывается, это одно. Если я подстраиваюсь, я не противодействую, не воюю с ней. Вот это важно. Нет, психологически он для меня не является врагом. Я просто становлюсь частью системы, частью природного взаимодействия. Вот этот момент очень психологически важен. Вопрос внутренней правды. Почему это ты делаешь? Зачем тебе это нужно? Потому что, если ты сволочь и подонок человек, ты так где-то, когда ты почувствуешь, что ты можешь проиграть, ты начнешь отступать. Ну, потому что, если я хочу сделать гадость, но я хочу гадость сделать потому, что у меня должна выгода вытеметь какая-то. А если я ради какой-то идеи, я смещаюсь на второй план. Идея важнее. Например, идея сохранения рода, как мы говорили, да? Просто ты защищаешь не себя, ты защищаешь ближних своих, которые стоят за твоей спиной. Люди, которые будут страдать, если тебя не будет. Те, которые от тебя зависят, которые тебя любят, их не будет. Ты их защищаешь. Вот это важно. И тогда ты смещаешь свою психологию, такая форма диссоциации, себя любимого. Тогда тебе легче реагировать психологически, потому что есть такое понятие внутренней правды. Это называют честью, не важно. Тогда акцента нет на себе. Тогда люди совершают какие-то героические поступки. Но опять же, мы стремимся, не стремимся, не нужно стремиться к героическим поступкам. Когда я стремлюсь к каким-то поступкам, я уже опять гоняю себя в определенные шаблоны. Да и как-то странно стремиться к героизму. Что такое героизм? То есть, мое представление о героизме, что значит, кто-то должен пострадать. То есть, я человек мира, и я иду, и я хочу быть героем. Но мое героизм строится на трупах. Сзади тобой, кроме твоей семьи, твоя мечта и твоя цель. Быть удачным, замечательным папой, прекрасным человеком. Достигать какие-то свои цели в жизни. То есть, человек не просто нападает на твои цели. Он говорит, стой, ты к своей цели не пойдешь. Я буду стоять, я тебя туда не пущу. И когда ты это понимаешь, что на каком основании, по законам природы, у нас никто не имеет права запрещать. Я в своей вселенной нахожусь. Я с уважением, с любовью ко всем. Никто не может остановить меня. И когда есть такое трансперсональное чувство и понимание, тогда вселенная начинает помогать. Но это уже область боевой магии. Это уже немножечко другое.